Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Телим, Псалом 11. Непростой Псалом считается один из таких самых сложных. Многие вещи в нем непонятны, многие еще требуют разъяснения. Пишут, что этот Псалом очень важен, чтобы убрать негативных людей из своей жизни. Вот если есть какие-то люди, которые ты чувствуешь, вот они... Если бы ушли, хорошо было бы. Ты читаешь этот Псалом, это помогает. Написана такая сложная фраза, чтобы победить несвятость в душе человека. Когда ты видишь, что внутри тебя побеждает, ну, там, какое-то нехорошее мысль, злое начало, читается этот Псалом. Также он способствует тому, чтобы не воздействовали негативные силы на тебя. Когда ты чувствуешь какое-то вот воздействие негатива, они читаются. Вообще, вот, читают для защиты от опасности. И хотя написано все испытания от Бога, да, они, тем не менее, вот, люди, как бы, все стараются уйти от этих испытаний. Этот Псалом читают, чтобы избавиться от преследования людей в минуты опасности. Когда, вот, кто-то достает тебя сильно, как бы, скажем. И вот этот, считается, стих, он очень помогает. В этом, также в Псалме, есть шестой стих. Одиннадцатого Псалма, шестой стих, повторяю. Он имеет, написано в Кабаре, огромную исцеляющую силу. Его читают, чтобы, когда человеку плохо, когда дать слабую, добавить здоровье, чтобы исцеление пришло. Что делают? Для этого берут, читают шестой, этот, этот, Перек Тегелим, двенадцать раз. Поставив перед собой стакан воды и стакан оливкового масла. Читаете двенадцать раз, потом воду дают пить вот этому человеку три раза в день. А маслом мажут больные места, если нет, то там ноги, руки, и так далее. Так делают от трех до семи дней. Кабала пишет, что это исцеление будет даровано. Написано еще и дальше, что надо при этом не забывать поблагодарить Создателя и дать маленькую какую-то сдаку после исцеления. Написано, что чтение одиннадцатого псалма может дать уверенность человеку. Вот если жизненные обстоятельства складываются не очень. Если ты чувствуешь, что тебе надо добавить уверенности, тоже читают одиннадцатый псалом. Данный псалом, вообще, все книги сходятся в том, что данный псалом читают в самые тяжелые, самые сложные минуты жизни. В отчаянные минуты, то, что называется. И он приносит помощь. А вообще, всегда читая псалмы, надо помнить слова великого Балшемтова, который объяснял своим последователям, что один стих из Тигили, прочитанный с чувством, с сердцем, с праведными мыслями и с мольбой, может поменять исход событий во всем мироздании и тем более в жизни человека. Брахавы от слаха всего самого лучшего. Продолжение следует...